Модельер из Карачаева-Черкесии Зарема Хабчаева представила на ВДНХ свою лучшую коллекцию национальных карачаево-балкарских платьев. В самом престижном фестивале выставки модельер участвовала благодаря поддержке Министерства культуры Карачаева-Черкесии и лично министра Зураба Агирбова. Коллекция национальных платьев Зарема Хабчаева без преувеличения стала триумфальной и вызвала восхищение зрителей, о чем свидетельствует неоднократная дефиле на бис по просьбам посетителей выставки. Своими впечатлениями модельер поделилась с моей коллегой Мадиной Каракетовой. На выставке ВДНХ платья модельера Зарема Хабчаевой произвели настоящий фурор. Это была не просто выставка национальных платьев, а самый настоящий модный показ, рассказывает мастерица. Показ мы провели восемь раз, так как люди, которые приходили туда, и они видят, что у нас девочки уже в таких нарядах, кто-то там сидит, кто-то тут сидит, отдыхает, и они просили, чтобы мы опять вот эту проходку повторили именно для них. И каждый раз, когда приходила определенная делегация, мы делали этот показ, и каждый раз, когда мы это проводили, люди подходили, трогали руками, удивлялись. Одни вообще хотели фотографироваться только вот с этими нарядами, с девочками. Коллекция называлась «Из прошлого в будущее». Зарема Хабчаева наглядно показала эволюцию карачаево-балкарского национального платья. Модельер взяла временной отрезок 17 века, когда законодательницей моды была знаменитая княгиня Гошаях-Биче по наши дни. Посетители дефиле восхищали и настоящие старинные украшения, которые были использованы в отделке некоторых платьев. Во многих нарядах у меня были оригинальные, вот как сейчас на мне, украшения, именно украшения карачаево-балкарского ландского народа. Это у нас идет тюме, нагрудник, который защищал ранние грудь женщины, да, и пояс, кямар. То есть это были изделия старинные из серебра, они аналоги, да? Да-да-да, изделия были старинные из серебра и золота. Многие вещи там серебряные, например, вот то, что на мне, это вот серебро идет, и она покрыта сверху золотом. И раньше практически все было вот в таком свете. А в качестве обуви использовались высокие деревянные сабо. Они не только придавали рост и стройность девушке-горянке, но и имели весьма практичное предназначение. Защищали, отделанное драгоценными металлами и камнями, тяжелое бархатное платье от загрязнения. Ведь постирать такой наряд было весьма проблематично. А сколько весит полноценное национальное платье с шапочкой, со всеми этими делами? Ну, если честно, если взять, просто уже вот эти атрибуты, то, что на мне, это уже хороший вес свой имеет. Это около трех килограммов практически получается. Бывает, что полтора килограмма весит только один пояс. На грудник бывает, что весит 700 грамм, килограмм. Ну, исходя из того, сколько звеньев у нее, да? И плюс к этому уже наш наряд, если он уже на подкладе полностью, если блюсти все вот каноны этого платья, ну, она будет весить минимум 7-8 килограммов. И один наряд у нас, у меня был наряд с атрибутами, который весил 12 килограммов. Ну, и попробуй тут не быть, не держать осанку, да? Однозначно. Если для украшения нарядов старины были доступны драгоценные металлы и камни, и даже нити для вышивания орнаментов были изготовлены из настоящего золота и серебра, то современные национальные платья более легкие, изящные, а разнообразие тканей и элементов для декора позволяют мастерицам реализовать любую свою творческую фантазию. Модельера Зарему Хопчаеву очень радует тот факт, что в последние годы этнический наряд становится все более востребованным. Невесты все же предпочитают свое платье европейскому, да и современные модницы стали использовать в повседневном и деловом гардеробе элементы национального костюма. Естественно, идет полное сохранение культурного наследия карачао-балкарского ландского народа. Вот с этим сопровождением я всегда вот как-то стараюсь, чтобы, ну, как можно больше молодежь вдохновлялась и одевалась именно вот в эти наши наряды. Хотя бы в тот торжественный день, когда они меняют свою жизнь, когда они создают новые семьи. Есть такие пары уже, где вот и жених, и невеста уже идут конкретно в этих наших карачао-балкарских аланских нарядах. И вы знаете, это очень красиво. В каждое платье мастерица вкладывает любовь и частичку своей души. Зарем Хопчаева признается, что прежде чем взяться за изготовление платья, ей необходимо до мельчайших подробностей увидеть его в своем воображении, сопоставить будущее платье с образом его обладательницы. Не то, что там цвет, модель и еще что-то, рисунок может не подойти именно этому человеку. Исходя из этого, бывают такие работы, которые требуют и пять, и шесть месяцев. Бывают реставрационные работы, которые требуют очень много времени. А есть такие полегче. Ну вот тот наряд, который на мне я сделала за два дня. Для модельера важно, чтобы ее произведение нравилось не только тому, кто его будет носить, но и привлекало к обладательнице чудесного платья восхищенные взгляды. А посему в воображении Зарема Хопчаева и живут еще множество вариаций национального карачаево-балкарского платья, которое мы обязательно еще увидим на самых востребованных площадках России и мира. Водина Каракетова, Ринат Муков, Вести Карачаева, Черкесия.